друзья всем привет к сожалению изменения баланса перед этим сезоном не было соответственно мета осталась прежней ну ребят в этом видео с лучшими колодами 19 сезона я не буду рассказывать про колоды которые так всем известны то есть классика clash royale сейчас эти колоды на ваших экранах они также тащат они также очень сильные супер крутые вы можете ими играть и выигрывать это одни из самых популярных колод в игре но в этом видео мне бы хотелось рассказать о колодах о которых я еще либо не рассказывал либо рассказывал но очень мало и колоды эти очень актуальны в этом сезоне и они круто тащат и так погнали 8 место и открывает топ колод 19 сезона топ новых колод 19 сезона поправочка друзья вот такая дека с шахтером воздушным шаром и гигантским скелетом очень крутая дека с быстрым циклом в предыдущем сезоне ей я играл большую часть времени и она мне очень понравилась поэтому я ее уверенно вам рекомендую тем более винрейт как видите очень высокий до игр сыграна в топе 1000 не так много но все большинство вернее игр которые были сыграны были выигрышными соответственно в это видео она попала не просто так и абсолютно заслуженно занимает 8 место в этом топе так друзья об атакующих связках данной колоды это конечно же в первую очередь воздушный шар шахтером но если у вас есть достаточное количество эликсира если атака строится на двойном эликсире или на тройном эликсире то конечно же к этой связке добавляется еще гигантский скелет который идет первым за ним идет воздушный шар ну и шахтер уже засылается по ситуации либо карте который контрит ваш противник вашего воздушный шар то есть пробует его законтрите мы сразу засылаем к этой карте шахтера если это наземная карта и и либо шахтер просто засылается к вышке для того чтобы после смерти гигантского скелета принимать на себя урон и дать возможность воздушному шару долететь до вышки противника но до двойного эликсира конечно же желательно играть максимально защитно пытаться справиться с атаками противника тем более вот в этой игре например противник сразу же идет в атаку с големом ну и теперь немножко о защитных связках конечно же в первую очередь это у нас сочетание рыбака с охотником это ультимативная защитная комбинация которая очень сильно уже очень продолжительное время с тех пор как рыбака вернули в мету бафнули его длину крюка и соответственно эта связка до сих пор играет и проявляет себя просто замечательно плюс идет здесь усиление защиты за счет гигантского скелета то есть если на вас идет огромная сильная атака то гигантский скелет может пожертвовать своей жизнью для того чтобы справиться со всеми теми картами которые идут на вашу вышку до двойного эликсира можно терроризировать противника выпадами шахтером и летучими мышками например ну а получив преимущество по эликсиру можно уже будет выстраивать серьезную атаку с гигантским скелетом с воздушным шаром и так далее из минусов данной колоды конечно же это отсутствие тяжелого заклинания то есть у нас присутствует только снежок тяжелого заклинания в данной деке нет и добивать например вышку противника придется только при помощи шахтеры или снежка если другой возможности нет если противник не дает вашему воздушному шару долететь до вышки роль же тяжелого заклинания в защите берет на себя гигантский скелет ну а в атаке конечно придется справляться без тяжелого заклинания в целом опять же гигантский скелета в атаке тоже неплохо справляется с задачей танкования и уничтожения тех карт которые противник выставит защиту все это умножается на очень быстрый цикл и в итоге мы имеем универсальную колоду очень сильную и отлично подходящую под текущую мету который можно выигрывать тащить и всячески удивлять противников потому что не так она сейчас популярна как могла бы быть и не так она известна так что друзья пользуйтесь моментом успейте поиграть ей и составить свое мнение данной колоде ну а далее седьмое место нашего топа и на седьмом месте расположилась не менее интересная а может быть даже более интересная дека средняя стоимость ее две целых шесть десятых единиц эликсира это очень быстрая колода а это значит что это также очень универсальная колода в ней у нас главная атакующая тире защитная карта это мортира три заклинания торнадо бревно землетрясение опять же нет тяжелого заклинания которая способна уничтожать карты поддержки противника но с этой ролью справляется огненная лучница с торнадо бревном и мортиры если правильно все это расположить в общем урона по области в этой колоде предостаточно и все будет зависеть от того как вы будете располагать на поле боя свои карты будете ли вы успевать тратить свой эликсир так колода все-таки очень быстро и особенно это касается двойного и тройного эликсира ну и конечно тайминги использования заклинаний будут решать ну и вот здесь вот у меня игра против голема сразу же противник идет в атаку к сожалению неудачно выставил я свою огненную лучницу и в итоге она получила небольшой урон от летучей мышки ну а далее допустил еще одну ошибку я использовал бревно таким образом что оттолкнул голема от мортира и мне пришлось и затем использовать торнадо но друзья благодаря тому что я изначально нацелился на защиту и не тратил какого-то эликсира на атаку то есть полностью сконцентрировался именно на оборонительных действиях я не получил большого урона хотя допустил большое количество ошибок в этой игровой ситуации но очень такой агрессивный наглый молодой человек против меня играет первая минута пережита понятно какая у него колода понятно как он будет атаковать ну и выставляю я сразу же агрессивную мортиру тут суть в том что я могу себе позволить это делать если противник выставит как-то голема то я смогу докрутиться до еще одной мортиры и поставить ее уже в защиту таким образом справиться с атакой моего противника ну а здесь моя марта наносит огромный урон по правой вышке противника достаточно количество этого урона который меня полностью устраивает ну и далее не хочу я просто так чтобы моя огненная лучница умирала попробовал заставить противника что-то использовать какое-то заклинание для того чтобы от нее избавиться но он предпочел получить урон по своей вышке что же это его выбор не знаю насколько он был правильным далее выставляет он слишком глубоко ночную ведьму это позволяет мне избавиться от огромного запаса здоровья голема в итоге к моей вышке подходят подходят только големчики ну и надо было мне избавиться от летучих мышек делаю это при помощи торнадо таким образом очень удачная защита получается и можно перейти в наступление с мортирой всячески ее попробовать прикрыть делаю я это при помощи землетрясения и бревна но к сожалению мортира все-таки фокусится на темном принце но успевает сделать одну тычку она по вышке противника таким образом потихонечку здоровье на вышке моего оппонента уменьшается очень важно играя подобные колоды колоды с мортирой правильно выставлять защиту эту самую мортиру это главное защитное здание которое необходимо использовать именно в ту позицию в которую вот я сейчас выставляю при защите от голема то есть это позволяет обеим нашим вышкам подключиться к обороне ну а затем два голем чека расходятся по двум сторонам что опять же уменьшает урон по одной из наших вышек также важно расставлять огненную лучницу и мортиру максимально широко и это позволит не подставляться под одно заклинание в данном случае мы видим что у моего противника молния и вот такая расстановка огненной лучницы и мортира относительно нашей правой вышки позволяет не дать противнику выгодного использования этой самой молнии ну а на поле боя идет к моей вышке голем но и здесь я осознанно позволил голему дойти до нее то есть я предпочел чтобы голем атаковал именно мою вышку для того чтобы мортира имела больший запас здоровья и соответственно большие шансы для того чтобы нанести урон по правой вышке противника к сожалению это был не очень удачный мув с моей стороны потому как моя вышка все-таки получила большой значительный урон но все равно в конечном итоге я добил вышку моего оппонента и в итоге могу сказать что колода это мне понравилось очень интересные интенсивные игры с ней получаются так что рекомендую любителям быстрых колод далее шестое место и бридж спам колода очень интересное сочетание сразу же мне она стала интересно так как в ней присутствует новая карта это ведьмина бабушка все я надеюсь что хотя бы в какой-то колоде это карта заиграет и вот пожалуй это самая удачная колода с использованием новой карты винрейт данной деки говорит именно об этом но друзья все равно поиграв данной колодой осталось ощущение того что ведьмина бабушка недостаточно сильно очень надеюсь что ее все-таки улучшат потому как для легендарной карты недостаточно ей урона недостаточно вот этой способности заколдованных кабанчиков призывать поэтому ждем ждем ее улучшения и я надеюсь что разработчики нас слышат и все-таки сделают эту карту более играбельной ну а на поле боя очевидно что я играю против спеллбейта противник показал валькирию показал ракету и гоблина с дротиками ну а далее пришлось ему защищаться от моей бандитки при помощи гоблинской бочки выставляю магического лучника и друзья сразу же напрашивается бросается в глаза вернее минус данной деки опять же в ней отсутствует тяжелое заклинание ну такая мета сейчас у нас идет что в очень большом количестве колод нет тяжелых заклинаний это конечно же дает некоторые преимущества например в данной колоде это делают деку очень агрессивной и позволяет по земле постоянное давление в направлении противника оказывать за счет большого количества наземных карт за счет того что все они достаточно дешево стоят но при этом добивать то вышку нечем и поддерживать атаку то есть экстренно убивать какую-то карту защиты противника которую можно убить фаерболом ядом молний и так далее не получится потому как не присутствует в данной деке ничего из вышеперечисленного ну и соответственно здесь приходится надеяться только на войска на те карты которые имеются в наличии ну и впрочем их действительно достаточно для того чтобы выигрывать ну а на поле боя атакуя со своим тараном при этом расставляю пошире магического лучника для того чтобы не подставлять его под бревно ну и в итоге противник всю эту атаку останавливает при помощи валькирии но у меня жив магический лучник и моя цель конечно же его здесь перекрыть в этой ситуации чтобы он подольше жил выставляю я повозку с пушкой но противник очень много выставил уже принцесс на поле боя надо их всех почистить при помощи бандитки и бандитка очень бы огромную пользу приносит в данной ситуации именно поэтому мне нравится данная карта она очень крутая очень быстро на нее надо реагировать вашему оппоненту и не всегда у них получается это сделать в итоге противника я прижал тут очень агрессивно играю в данной ситуации но из-за того что у него в деке очень быстрый цикл также в ней присутствует рыцарь и валькирия мне достаточно сложно пробиться через эту защиту но и противник большого урона по моей вышке пока не нанес я постоянно сохраняю варварскую бочку это позволяет мне избегать урона по моей левой вышке да и по правой вышке тоже продолжаю я давление продолжаю пытаться как-то раскачать оборону противника но он правильно все делает выставляет гоблина с дротиками на одну сторону принцессу на другую сторону то есть не дает мне выгодного использования каких-либо заклинаний хоть у меня и нет их в колоде кроме варварской бочки ну а варварскую бочку я конечно вынужден сохранять на защиту от гоблинской бочки ну и вот здесь противник пропустил атаку по правой стороне несмотря на его быстрый цикл и наличие рыцаря с валькирией в колоде не успевает он реагировать на мои атаки недостаточно у него все равно наземных карт ну и далее выставляю я ведьмину бабушку на одну сторону магического лучника на другую сторону и сейчас буду проводить как раз таки атаку по двум сторонам показывает наконец-то уже в дополнительном только времени мой противник адскую башню показывает что она присутствовала в его колоде но я продолжаю давление на этот раз по левой стороне но по правой стороне магический лучник пробивает вышку моего противника и таким образом я выигрываю и рекомендую вам эту колоду ну а мы переходим сразу же к пятому месту этого топа и на пятом месте расположилась фаербол бейтовая колода то есть колода который выманивает фаербол и это как раз таки тот вид колод который контрит например предыдущую деку в которой нет тяжелого заклинания предыдущей колодой было бы просто нечем убивать летучку и очень сложно было бы справляться с королевскими кабанами ну а под прикрытием рекрутов и подавно в общем колода как я уже сказал нацелена на выманивание тяжелого заклинания и очень хорошая эта дека в защите за счет использования в ней клетки с гоблином мини генераторов и духа электрического то есть очень много контроля в данной колоде много присутствует также защитное здание и все это позволяет неплохо справляться с любыми атаками ваших противников ну а самим в атаке нам помогут королевские рекрута и королевские кабаны также королевские рекруты помогут естественно в защите против всяких пек и карт которые наносят хороший урон в одиночную цель ну и вот здесь на поле боя несколько разменов произведя я перехожу в наступление с королевскими кабанами при этом у меня еще идут в прикрытие мини генераторы и летучка при помощи варварской бочки я даю еще один импульс своей атаки ну и в итоге никакого урона не наношу но зато летучка практически полностью разменивается с магическим лучником противник также играет с королевскими кабанами но на королевских кабанов у меня есть замечательный ответ в виде клетки с гоблином но и также экстренный ответ есть это фэрбол фэрбол конечно же желательно будет все таки использовать на магического лучника например ну или на какие-то другие напрягающие карты поддержки ну и вот мой противник переходит в наступление с королевскими кабанами показывает он что в его колоде присутствует тяжелое заклинание яд и в итоге отдает он его на левую сторону двух моих мини генераторов он контрит но у него сейчас просадка по эликсиру я это прекрасно понимаю и поэтому в атаку засылаю королевских кабанов и под их прикрытием еще идет и гоблин из клетки в итоге неплохой урон наношу я по правой вышке моего противника но он все это время копил эликсир на мега рыцаря и теперь мне надо справляться с мега рыцарем королевские рекруты замечательно справляются и с этой задачей главное в данной ситуации это правильно выставить их для того чтобы первый удар пришелся только в одного королевского рекрута ну а затем остальные потянутся и легко справиться при помощи вышки с мега рыцарем начинается двойной эликсир и выставляю имени генераторов именно таким образом чтобы противник не мог при помощи яда нанести урон по той вышке на которой у меня меньший запас здоровья то есть по правой и для того чтобы не мог он выгодно законтрить двух мини генераторов но в итоге он выждал момент и все равно отдал яд на правую мою вышку на летучку достаточно правильный маневр с его стороны ну а далее переходит он в очередное наступление с королевскими кабанами правда эта атака никакого урона моей вышки не наносит но я понимаю что он будет скорее всего мега рыцаря на правую сторону сейчас скидывать но не будем гадать я просто по двум сторонам направляю королевских кабанов закидываю фаербол с расчетом на то что противник под него еще поставит клетку с гоблином и мой расчет оправдался в итоге этот фаербол приносит мне победу в этой игре ну а по поводу колоды могу лишь сказать что она мне действительно понравилась и я поиграю ей поплотнее ну а далее четвертое место и четвертое место занимает еще одна колода с быстрым циклом это дека со стенобоями и в ней присутствует также магический лучник из примечательного в этой деке нет тяжелого заклинания но есть торнадо торнадо в сочетании с магическим лучником позволит нам неплохо размениваться есть такая же вариация друзья колоды но вместо торнадо в ней играется фаербол а вместо магического лучника летучая мышка вы наверняка знаете о такой колоде ну и сразу же спойлера мы они еще также поговорим в этом видео все-таки это одна из самых популярных колод в игре сейчас ну а у меня у противника классика стрелы плюс варварская бочка почему я говорю классика ну потому что игра любит подбирать именно те сочетания карт против ваших колод которые вам максимально неудобно здесь мы сразу же видим два заклинания легких которые усложняют игру стенобоями уже понятно что скорее всего мой оппонент играет с големом об этом намекает мне ночная ведьма но вот интересная выбор у него заклинание стрелы и варварская бочка если в его колоде тяжелое заклинание я думаю что нет ну вот и более вероятно с таким сочетанием карт это использование на какого-нибудь клона например поэтому очень аккуратно здесь нужно играть ожидать сюрпризов от моего противника ну а пока я атакую за стенобоями атакую по двум сторонам в итоге очень неплохой урон наношу в правую вышку моего противника но он осознанно принял урон сейчас мы это видим он предпочел подкопить эликсир и выставить голема тем самым начав свою атаку в целом достаточно интересное решение и это точно не ошибка потому что да он получил урон но при этом он надеется провести свою атаку дальше уже все будет зависеть от его действия в атаке и от моих действий в защите сразу же конечно же выставляя башню бомбежку ну а далее противник отдает молнию и сразу же отвечает на наш вопрос о том присутствует ли в его колоде тяжелое заклинание да присутствует ну а я при помощи торнадо оттягиваю перед взрывом голема таким образом избегаю какого-то неприятного урона при этом ребята обратите внимание что в предыдущей атаке я опять же расставлял максимально широко башню бомбежку и магического лучника ну а далее вот здесь уже противник мой явно ошибается решает он просто на халяву мне отдать свою правую вышку то есть экономия эликсира в угоду атаки это все конечно хорошо но не тогда когда ты на халяву просто так отдаешь свою вышку и сам в атаке урона никакого не наносишь ну ладно это дело моего противника конечно же решил он еще раз вложиться в наступление попробовать все-таки снести мою вышку давайте посмотрим получится ли у него к сожалению в данной ситуации не очень удачно выставил я магического лучника слишком рано я его выставил и поэтому противник смог выгодно использовать молнию и очень неплохо разменялся ну а далее пытается он сразу же перейти в наступление еще по левой стороне правда по правой то стороне он не добил мою вышку придется ему использовать на нее молнию скорее всего хотя нет молнии здесь никакой не нужно достаточно просто взрыва голем чека но мой оппонент перестраховался и закинул стрелы спасибо ему огромное за это позволил он мне провести атаку в результате которой я магическим лучником и торнадо нанес большущий урон по левой вышке моего противника и все что нужно сделать для того чтобы выиграть в этой игре провести еще одну атаку шахтером ну и добить вышку заклинания с этой задачей я справляюсь ну а мы переходим к третьему месту бронзовая награда колод этого сезона уходит к колоде с электрическим гигантом я уже рассказывал про данную деку более того я проходил ей испытания с внезапной смертью но и это очень сильная колода она очень популярная и при этом стабильный винрейт показывает классная сбалансированная колода единственный минус в том что она тяжеловато 4,3 средняя стоимость по эликсиру не каждому подойдет эта дека но если правильно использовать электрогиганта то есть понимать когда его выставлять когда вы имеете преимущество по эликсиру и если вы умеете правильно считать эликсир то эта колода конечно же вам подойдет ну а если у вас с этим проблемы то я предлагаю вам защищаться до двойного эликсира ну а на двойном эликсире после атаки противника начинать свою атаку с электрогигантом ну и попался мне оппонент с темным принцем и ночной ведьмой уже становится очевидно что скорее всего у него колода с големом и готовлюсь я принимать его атаку не знаю будет ли он сейчас выставлять голема или все-таки подождет да пока он не выставляет голема все правильно делает будет сейчас защищаться защищается от темного принца но идут пока такие размены друзья никакой конечно агрессивной игры сейчас не может быть потому что что у моего противника тяжелая атакующая карта что у меня у меня это электрогигант у него голем и вот выставляет он голема из глубины ну а я решаю протоковать своим электрическим гигантом прям с мостика делаю я это потому что у меня все еще жив дракончик и я понимаю что противник будет вынужден использовать какой-то дополнительный эликсир на то чтобы убить дракончика мой расчет оправдывается он был вынужден использовать торнадо ну а я спокойно защищаюсь свою очередь уже от его атаки при помощи клетки с гоблином добавляю еще ледяного колдуна ну и здесь конечно же мне надо вовремя отдать торнадо с этим с этой задачей я справляюсь далее добавляю дракончика ну и выжидаю момента смотрю как будет защищаться сейчас дракончик сможет ли он выгодно сделать размены но и только после того понимаю что дракончик один не вывозит я добавляю варварскую бочку то есть выставляю все свои карты только по необходимости не трачу слишком большого количества эликсира там где этого не нужно делать начинается двойной элик и ребят обратите внимание мой противник уже выставляет голема это значит что у него уже было 10 единиц эликсира на тот момент у меня было 6 или 7 единиц соответственно я серьезно проседаю и конечно же мне надо защищаться ни в коем случае не надо в такой ситуации атаковать по противоположной стороне я выставляю электрогиганта но выставляю его в данной ситуации именно в защиту потому как я понимаю что в поддержку голема противник будет выставлять все карты за големом и при помощи торнадо я смогу их все притянуть так чтобы они атаковали моего электрогиганта ну а он в ответ будет по ним также стрелять своими молниями в итоге мой расчет оправдывается очень быстро умирают все карты проект поддержки ну а теперь к мостику накопив эликсир я могу уставлять своего электрогига и при помощи молнии избавляться от тех защитных карт которые выставил мой противник таким образом электрогигант не доходит до вышки моего оппонента но при этом урон по ней нанесен и дальше можно продолжать давление так как я понимаю что у противника сейчас минимум эликсира но я понимаю что он сейчас его копит именно на голема и при помощи торнадо эту проблему я решаю в целом если бы маневр этот не удался то затем я бы добил вышку моего противника при помощи молнии поэтому особо здесь я не рисковал далее второе место второе место у нас занимает вот такая дека предыдущем сезоне также она была популярна для сочетания гигантского скелета и королевского гиганта у этой колоды очень быстрый цикл 3,6 средняя стоимость по эликсиру это достаточно быстро для вот таких двух тяжелых карт стоимостью 6 единиц эликсира в одной колоде но при этом благодаря тому что все остальные карты в данной деке имеют низкую стоимость это дека очень универсально становится то есть все что нужно делать до двойной до двойного эликсира до получения преимущества по этому самому эликсиру это защищаться и размениваться при помощи своих дешевых карт а их в этой колоде предостаточно на все случаи жизни ну и вот здесь вот в этой деке из тяжелых заклинаний полу тяжелых назовем так заклинаний присутствует у нас землетрясение которое помогает конечно же преодолевать защитные здания также в колоде присутствует варварская бочка против разнообразных спеллбетов отлично она помогает ну и темп атаки также добавляет за счет варвара который вываливается из бочки из противовоздушной защиты в данной деке присутствует у нас мини генераторы и охотник и та и другая карта могут справляться с воздушным шаром правда есть небольшие проблемы защитой от адской гончей за счет того что все-таки две противовоздушные карты это не так много и проблемы действительно могут быть если противник будет грамотно атаковать и если вы потратитесь слишком сильно эликсиром в своей атаке тогда у вас просто не хватит на защиту от атак с адской гончей кстати как раз таки против меня сейчас играет противник на подобной колоде и вот я выставляю мини генераторов защиту от адской гончей дальше ничего не выставляю выжидаю смотрю будет ли он атаковать с воздушным шаром пока он не атакует не могу я друзья здесь в этой ситуации выставить охотник потому что как только я его выставлю противник про атакует против по противоположной стороне с воздушным шаром и мне просто нечем будет защищаться ну вот здесь уже такая ситуация что он большое количество атакующих карт выставляет и я здесь вынужден гигантского скелета жертвовать на убой хотя наверное правильнее здесь было бы скинуть варварскую бочку но боюсь что варвар не смог бы пережить такое наступление не смог бы принять весь этот урон ну и конечно же надо избавляться как-то от варваров не хочется чтобы противник под их прикрытием соорудил атаку именно поэтому скидывал я варварскую бочку ну а далее легко и просто справляюсь я с этой атакой с воздушным шаром сам могу перейти в наступление скорги гон для того чтобы спасти еще одного своего мини-генератора ну и противник здесь защищается всеми своими наземными вариантами защиты это и варвары и надгробия к сожалению удачная защита но к радости для меня я очень легко могу избавиться опять же от этой карты стоимостью 5 единиц эликсира варвары просто при помощи варварской бочки далее надо справляться с очередной атаками вот здесь у меня уже проблемы не очень удачно выставил я здесь своего охотника далее решаю я использую землетрясение для того чтобы позволить гигантскому скелету дойти до вышки ну и да он доходит но сейчас у меня проблемы именно в защите надо справляться с адскими щенятами более того мне надо как-то теперь еще и воздушный шар контрить но благодаря тому что огромный урон нанес мой гигантский скелет в атаке я могу докинуть землетрясение и выиграть в этой игре ну и наконец-то первое место и колода которая уже думаю многим из вас известно рассказывал я про нее и видео про лучшие колоды 18 сезона ну так как баланс не изменился то и в этом сезоне она себя замечательно проявляет более того она по статистике одна из самых популярных и лучших колод в игре сейчас поэтому если вы хотите быструю колоду со стенобоями то это один из тех вариантов к на которые вам стоит обратить внимание очень быстрый цикл у колоды ну и ключевая защитная карта в ней это безусловно башня бомбежка при этом против разнообразных колод против разных вин кондишенов башню бомбежку нужно выставлять в разные места то есть достаточно такая скиллозависимая колода особенно это касается игры в защите у нас присутствует только один мини танк это рыцарь есть конечно еще шахтер но шахтеров защиту использовать не хотелось бы также выстраиваем атаку в зависимости от того какие заклинания какие карты имеются в деке вашего противника здесь мы видим что мой оппонент сразу же решает про атаковать с мега рыцарем и принцем и мы эту атаку разделяем на две части принца мы отводим в правую сторону при помощи копейщиков ну а мега рыцаря мы заставляем сражаться с нашим рыцарем к сожалению здесь летучие мышки мои уходят в никуда три летучих мышки просто умирают от вышки никакого урона и не наносят потому как не стал я рисковать и засылать шахтера да и в целом я там уже не успевал это сделать но я думаю что я достаточно выгодно разменялся и могу сейчас позволить себе еще одну атаку провести со стенобоем и шахтером при этом противник с правой стороны успевает поймать мою атаку ну а с левой стороны стенобой все-таки врезается и так мы уже знаем что за дека у нашего противника то есть большинство своих карт показал соответственно нам надо будет как-то справляться с бочки со скелетами для этого у нас есть башня бомбежка но ее конечно не стоит отдавать защиту только на одной бочки со скелетами поэтому тем более что у нас в колоде присутствует бревно соответственно на бочку со скелетами мы будем приберегать бревно и таким образом очень выгодно размениваться вот очередная моя атака на нее вынужден мой противник тратить и миньонов и принца хотя я потратил на атаку небольшое количество эликсира ну и это позволяет мне спокойно в защите от защищаться от контратаки моего оппонента при этом бревно как я уже сказал я скидываю на бочку со скелетами ну а принц в итоге не имеет никаких шансов дойти до моей вышки продолжаем давление друзья это та колода который против определенных колод нет никакого смысла копить 10 единиц эликсира и можно вот так вот проводить давление так как атаки достаточно дешевые то мы все равно не потратим большого количества элика на эти атаки и в итоге у нас останется эликсир на то чтобы от защищаться и не потерять здоровье на наших вышках вот сейчас казалось бы я потратил огромное количество эликсира но все еще я способен защититься от очередной атаки так как у меня опять же большое количество дешевых карт в деке то есть при помощи шахтера я страхую после копейщиков свою вышку и все приводит к тому что я выставляю еще рыцаря против миньонов да у моего противника сейчас больше эликсира но никакого урона до сих пор он не нанес можно даже позволить себе закинуть фейербол в банду гоблинов и сделать шаг назад снова пригласить противника к взлому вашей обороны я абсолютно уверен в обороне данной колоды именно поэтому я спокойно закидываю невыгодный казалось бы фейербол но и далее просто я принимаю его очередную атаку опять же при помощи рыцаря вытанковываю мега рыцаря засылаю очередного шахтера он уже там был вторым шахтером у вышки моего противника и таким образом здоровье на вышке то тает и его совсем не остается в общем друзья эта колода на мой взгляд сейчас самая оптимальная одна из самых сильных колод в игре и если вы ей еще не играли а прокачка позволяет попробовать сделать это то обязательно это сделайте ну а на этом все спасибо за просмотр и до новых встреч всем пока